Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в ритме страсти. Серия девятая, сезон второй. Готова ли команда пойти на жертву ради победы? Глава девятая. Выбывание? Мишель едва могла приоткрыть глаза, но это не помешало ей понять, что она в больнице. Голова раскалывалась, а тело совсем не слушалось. Чьи-то голоса привлекли ее внимание. Навострив уши, она попыталась понять, о чем идет речь. Благодарю вас, док. Всегда рады вас видеть, Хиро. И спасибо за автограф для дочери. Оставайтесь сколько потребуется. Я обо всем договорился. Замечательно. Дверь открылась, и Хиро вошел в палату. Мишель снова провалилась в сон. Сил прибавилось ровно настолько, что девушка смогла разглядеть, где она находится, и даже приподнять руку. Мишель удивленно взглянула на парня. Хиро? Хиро? Он молча помог ей привстать и облокотиться на приподнятую подушку. Сам же сел рядом, невесело ей улыбнувшись. Хиро, что ты здесь делаешь? Прости, ты, наверное, надеялась увидеть ребят. Ну, вообще-то да. Но немного. Они долго сидели тут, но потом их отослали домой. Я узнал об этом чуть позже и сразу приехал. Он волнуется? Да. Думал, случилось что-то куда серьезнее. Например, что? И испугался. Ребята знают, что ты здесь. Ох, нет. Им лучше не знать. Абсолютно с тобой согласна. Потому что могут быть проблемы. Хиро? Что происходит? Я поговорил с врачом, и он любезно мне рассказал, что произошло. Ну? Он сказал, что у тебя истощение из-за упадка сил и постоянных стрессов. Я пытался объяснить, что у нас конкурс. Но ты настолько вымоталась. Это ненормально. Боже. Главное, сейчас не нервничать и набираться сил. Прошу. Давай о другом. Ты права. Прости. Хиро? Не знаю, что и спросить. Хиро смущенно опустил взгляд, после чего коснулся плеча девушки. Ох. Все в порядке. Главное, не нервничай. Я хотел кое-что сказать, но думаю, сейчас не лучшее время. Хиро, прошу, говори. Если это серьезно, то я хочу узнать. Хиро нервно переплетал пальцы, не находя в себе сил взглядом. Я хочу взглянуть на девушку. Хиро, ты меня пугаешь. Когда я упал с лестницы и получил травму, думал, что мои танцы закончились. И вы совсем забыли обо мне. Навестили один раз, а потом пропали. Я был так подавлен. Как мне жаль. Но Брэндон приходил ко мне каждый день и поддерживал. Он что, не знает? Хиро заметил удивленный взгляд хореографа. Я знаю, что он сделал, Мишель. Он рассказал мне все. Абсолютно все. Но он искренне раскаялся. Брэндон понял, что совершил ошибку. Боже. Он медленно сходил с ума от мести и пошел по неверному пути. Благо он понял это и начал исправляться. Поддерживал меня все время. Оплатил мое лечение. Помог уехать в Европу и начать заново. Если он совершил ошибку, то почему оставил нас? Оставил в самом финале. Он продолжил мстить. Мишель. Он сожалеет, что посторонние люди пострадали в этой ситуации. Пострадали как морально, так и физически. Он хотел уйти не только из-за мести. Брэндон устал. Он больше не мог. Вы с ним еще связывались? Хиро вновь отвел взгляд. Это все, что я хотел сказать. А сейчас мне пора. Спасибо, что выслушала. Но... Прости, Мишель. Скоро увидимся. Парень провел рукой по ее волосам и вышел из палаты. После утреннего разговора с врачом стало ясно, что можно выписываться. Однако не забывайте пить эти витамины. Да, я запомнила. За вами придут? Да, мои друзья должны быть здесь с минуты на минуты. Вместе с моей одеждой. Хорошо. Удачи вам. Если что, знаете, куда обращаться. Надеюсь, больше не понадобится. Пока они в пути, позвоню Молли. Набрав ее номер, Мишель услышала лишь механический голос. Абонент недоступен. Спит, наверное. Мишель, мы тут. Мишель повернула голову на звук. Наконец-то забираем больную нашу. Тебя здесь не очень размотало. Как себя чувствуешь? Ребята, спокойнее. Очень много вопросов. И вы еще и шумите. Мы же в больнице. Тссс. Мишель приложила палец к губам, показывая ребятам, чтобы вели себя более сдержанно. Прости. Мы принесли тебе одежду. Давайте. Пакет с одеждой взять. Я быстро переоденусь, и можем идти. Мишель на минуту забежала обратно в палату. Ну как? Отлично. Мы не прогадали с размером. Кристиан выбирал. Уф, пошли уже, модники. Изнурительная дорога. Уже устала. Мы же ехали. Пятая точка затекла. А это что? Их внимание привлек огромный букет на столике. Это вы заказали? Сейчас будет очень неловко, но это не мы. А кто? Понравился? Вы чего так резко? Прошу прощения, не хотел напугать. Букет для вас, Мишель. С выздоровлением. Мишель подошла к букету и вдохнула прекрасный аромат. Невероятно красивые. Очень рад. Вы только поэтому пришли? На самом деле нет. Я здесь, чтобы обсудить финал, который состоится через пару дней. Полагаю, это будет самое сложное испытание за всю вашу жизнь. Вы пугаете нас? Нет. Лишь предупреждаю. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Может, вы хотите что-то спросить? Хочу спросить про вторую команду конкурентов. В финал проходят три команды. Первая – это мы. Вторая – ледяные сердца. А третья – нам стоит их опасаться. Хм, на самом деле нет. Что за смешок? Они вам проблем не доставят. Я видел их танцы. Они хороши, но им очень далеко до вас. Так что будьте спокойны. Фух. Но… Да-да. Это не значит, что стоит расслабляться совсем. Мы и так понимаем. Вот и хорошо. Хочу спросить, как обойти ледяных сердец? Больше всего меня напрягает именно эта команда. Мы вообще сможем их обойти? Все возможно. Что? Ребята, я всеми кулаками за вас. Я сделал все возможное, чтобы вас поднять. Сейчас самое главное – это ваше финальное выступление. Если вы не выступите достойнее команды соперников, то что уж там говорить? Нервишки уже шалить начинают. Не нервничайте. Вы справитесь. Вы же профессиональные танцоры. Ни перед чем не остановитесь. Тоже верно. Выберите достойный запоминающийся танец. Выйдите на сцену, исполните его и будьте уверены в себе. Мотивационненько. Хочу спросить, как нам выиграть? Нам нужны точные рекомендации именно от вас. Как произвести впечатление? Ребята, вы и так сделали все возможное. Вы выступали, вы состязались, участвовали в баттле. Это фурор. Главное, сделайте все, чтобы ваш финальный танец произвел неизгладимое впечатление. Чтобы у всех зрителей я видел мурашки и дрожащие пальцы. Придумаем. У нас получится. Я уверен, что так и будет. Хочу спросить. Мы все знаем. Проинформировались уже раз десять. Так что все отлично. Как скажете. Одежду для выступления я оставила в ваших комнатах. О, благодарим вас. И еще кое-что. Не поймите меня превратно, но... Мишель, может ты не будешь танцевать с ребятами? Что? 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 Послушайте, пару дней назад Мишель потеряла сознание из-за постоянных стрессов. Вы не подумали, что на выступлении она может провалиться, не успев даже выйти на сцену? Со мной все в порядке. Мишель, может еще подумаешь? Мы не хотим рисковать тобой. Без тебя выступление получится уже не то, но Джастин прав. Решение за тобой, дорогая. Мишель долго думала, после чего решилась дать ответ. Я приняла решение. Я выступаю. Я уверена в своих силах. Все будет хорошо. Выбор повлиял на историю в будущем. Я не оставлю свою команду. Ни-ко-г-да. Так что, как бы вы не сопротивлялись, я все равно участвую. Хорошо, Мишель. Это ваше решение. Ну что же, ребята, мне пора бежать. Я благодарю вас за такой прекрасный опыт в моей карьере. Верьте в себя так, как я верю в вас. Парни собрались в кругу и ярость на что-то обсуждали, пока Мишель провожала Густава. Парни, может... Мишель заметила, как они сбились в кучку, будто пряча что-то. Или кого-то. Вы чего? Пока ты была в больнице, мы решили устроить тебе сюрприз. Ребята отошли в сторону, открывая человека, которого хореограф ожидала увидеть меньше всего. Мишель почувствовала что-то в груди. Какое-то странное щемящее чувство. Молли, да? Привет! О, Молли! Слезы пошли сами собой. Как вы... Она никак не могла сказать хоть что-то связное. Мишель упала на диванчик рядом с сестрой, крепко обнимая ее. Почему ты не сказала? Ребята хотели сделать тебе сюрприз. И я тоже. Молли протянула кулачок и осторожно раскрыла его. Он должен быть с тобой. Это же... Кулон матери. Взять. Это же... Да, нашей мамы. Думаю, она бы хотела, чтобы он был у тебя. И она очень бы тобой гордилась, как и я. Мишель широко улыбнулась сквозь слезы. Крепко обняв сестру, она почувствовала, как их сердца бьются в унисон. Пойдем со мной, и ты мне все в подробностях расскажешь. Окей. Куда это собрались? Ко мне приехала сестра, так что проведем время вместе. К тому же мне надо размяться. Отлежала себе все, что могла. Хочу прийти в форму. Не останавливаем ваше рвение, мадам. Мишель нашла себе место для тренировки. Идеальный вариант, чтобы полностью окунуться в танец. Не против, если я... Все нормально. Мне нравится смотреть, как ты танцуешь. Будешь повторять за мной, как раньше? Давай попробую. Включив музыку на телефоне и прикрыв глаза, Мишель включила случайный трек, который определил стиль танца. Внутреннее спокойствие, плавные телодвижения, легкое дыхание. Приподняв ногу на 90 градусов и зафиксировав ее у колена, девушка аккуратно покружилась на месте, как балеринка в шкатулке. У Молли получилось не так ловко. Но она старалась изо всех сил. Умничка. А теперь попробуй так. Отступив с места и сделав выпад в сторону, она вытянула руку вперед, высвобождая всю напряженность внутри. Фух. А дальше? Вдох сменился резким прыжком и кувырком в воздухе. Ой, нет, это уже без меня. Прекрасная разминка закончилась танцем, которому не суждено было дойти до конца. Бомбочка! Да ну за что? Джастин с разбегу прыгнул в бассейн, подняв фонтан брызг. Алло, я вообще-то здесь с сестрой тренируюсь. Хе-хе-хе, давай поплаваем. Пора отдыхать. Джозеф, Кристиан и Карлос подбежали к девушке и бросили ее в бассейн. Не устояв на ногах, она полетела в воду. Вынырнув и глотнув воздуха, она поправила прическу и грозно взглянула на парней. И не стыдно. Они хихикая посвистывали и делали вид, что не имеют к инциденту никакого отношения. Кристиан держал Молли за руку и та повторяла за парнями. Я ничего не видела. Ну ладно, ты обиделась? Не обижусь, если поможете выбраться. Давай. Аккуратнее. Джозеф взял ее за одну руку, а Кристиан за вторую. Попались. Тут же Мишель со всей силы дернула их на себя. Нельзя недооценивать силу разгневанной девушки. Хе-хе, один-один. Ребята веселились, плавали и даже мокрая одежда не мешала девушке наслаждаться моментом. Пойду все-таки переоденусь. Заодно мороженое возьму. Ждем. Мороженое, мороженое. А, вот ты где. Шоколадный взрыв. Ванильная нежность. Яркая радуга. Надеюсь, они еще не заскучали. Мишель остановилась в проеме, чтобы поправить одежду. Это помогло ей услышать кое-что интересное. Почему ты так категоричен? Ты видел, что творят эти сердца. У нас не получится выйти на первую строчку из-за них. Я с самого начала надеялся, что у нас получится. Но вот уже финал, а мы так и отстаем от них. Весь народ за них, и, вероятно, они одержат победу. Но мы не будем опускать руки. Ради Мишель. То есть они даже не верят в то, что они могут победить? Почему вы так думаете? Что? Ох, черт. Мы прошли в финал. Мы совсем скоро выступаем. Я рассчитываю на вашу победу, а вы... Вот так думаете? Мишель, послушай. По-моему, я достаточно услышала. Мишель, мы честно надеемся на лучшее. Но вероятность поражения куда выше, чем вероятность победы. Мысли о поражении – это уже потенциальный проигрыш. Тогда для чего мы через все это проходили? Затем мучились, набирали популярность, выпутывались из сложнейших ситуаций. Чтобы сейчас думать о том, как одержат победу другие? Пойми. Я не собираюсь понимать это. Мишель взглянула на младшую сестру, которая тихо мочила ножки в бассейне. Ладно, потом это еще обсудим. Мишель села рядом с сестрой и молча обняла ее. Я там тебе мороженое принесла? Ситуация была крайне неловкая, но ради Молли команда пыталась настроиться на позитивный лад. Весь день ребята совсем не трогали девушку, давая ей время успокоиться. Вечером Мишель с сестрой лежали на диванчике в гостиной за просмотром фильма. Тук-тук. Мишель посмотрела в проход и увидела команду в полном составе. Ребята изо всех сил изображали, как им жаль. Прости. За всю сегодняшнюю ситуацию. В общем, мы виноваты. Но мы готовы бороться до самого конца. Ммм... А вы верите? В нашу победу? Парни молча смотрели на девушку, и она поняла, что ответ не изменился. Они не двигались с места. Проходите уже. С явным облегчением на лицах они вошли в комнату и расселись на диванах. Весь вечер они смотрели очередной фильм, пока Мишель не взяла свой телефон. Что делаешь? Смотрю последние новости. Стоп. Мишель с ужасом взглянула на Джастина. Он взял телефон в руки и увидел фотографию его и Изабель, на которой они что-то обсуждали в центре города. Соперники устроили тайное свидание. Джастин? Объяснишь? Ты всё это время виделся с ней? Нет. Ты веришь этим журналистам? Тогда как объяснишь? Эта стерва встретила меня в городе и не упустила момента, чтобы съязвить. Сказала, что мы в болоте потонем. Я едва сдержался. На фотографии ты вполне себе спокоен? Это было перед тем, как она начала диалог. Подловили момент. Почему всегда происходит какая-то хрень? Почему не может быть всё хорошо? Ты мог рассказать, чтобы этой ситуации не возникало. Вы правы. Никакой победы не будет, когда такая фигня происходит. Мишель. Я сдаюсь. Они выиграли. Ребята, глядите. Джозеф кивнул на экран телевизора. Мишель вслух читала титры, проносящиеся внизу. На протяжении долгого времени ледяные сердца держали свою позицию в топе, однако нынешний конкурс подавил их командную мораль и привёл к уходу одного из членов команды. И это Хиру, да? По предварительным данным, давление не выдержал их новый участник, Хиру. Хиру не выдержал давления. Что за бред? Он никогда бы по такой причине не оставил команду у самого финала. Что-то здесь не так. Если раньше ледяные сердца были уверены в своей победе, то сейчас они не дают никаких комментариев о произошедшей ситуации. Неужели это обстоятельство скажется на предстоящем финале, и любимцы Европы сойдут с пьедестала? Вы видели? Значит, реально есть шанс? Если они не придумают что-то в ближайшее время, то вряд ли у них получится то, что они запланировали. На лицах парней сами собой возникли улыбки. Вы справитесь, вы же команда. Вы почти как семья. После этих слов Джастин неожиданно встал. Мишель, Карлос, Кристиан, Джозеф, Молли права. Мы не просто команда, а семья. И мы пойдем до конца. Джастин протянул вперед кулак, как в старые добрые времена. За ним последовали Карлос, Джозеф и Кристиан. Мы справимся. Мишель неуверенно смотрела на них. Молли взяла ее за руку и аккуратно поправила кулон. Все будет хорошо. Мишель еле заметно улыбнулась, после чего встала и вытянула руку вперед. Мы порвем всех. Нет, я не сомневаюсь в том, что они действительно всех порвут. Ну, просто какой-то осадочек остался. Парни сомневались в своей победе до последнего. Пока у соперников не ушел один из участников. Ну, я не знаю, ребят, как это называется. Какие-то они не слишком уверенные в себе. В общем, ребят, скоро я выложу продолжение. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.